Во Flutter есть много разных виджетов, но если вы посмотрите на свойства любого из них, вы скорее всего найдете параметр Key – ключ. Большинство новичков, начинающих изучать Flutter, не понимают, для чего нужны ключи и как правильно их применять. А все потому, что применение ключей не сильно распространено, хотя это очень сильный и полезный инструмент. Что такое ключи и зачем они нужны? В официальной документации говорится, что ключ – это идентификатор для виджетов, элементов и семантических узлов, который может подсказать Flutter, что этот виджет особенный. К примеру, у вас есть два простых контейнера, контейнер 1 и контейнер 2. То есть оба они контейнеры, но первому контейнеру мы можем поставить ключ, и тогда это будет уже не просто контейнер, а конкретный контейнер с конкретным ключом. И когда Flutter увидит, что у него есть ключ, он сможет отличить его от других контейнеров. Помимо этого, Flutter различает виджеты и место их размещения в дереве виджетов по ключам, что дает возможность сравнивать виджеты в дереве между собой. И в зависимости от того, равны ли ключики друг другу или не равны, можно сделать какую-нибудь интересную вещь. Также ключи имеют сохранять состояние, state, при перемещении виджетов по дереву виджетов. На практике это означает, что они могут быть полезны для сохранения местоположения. К примеру, когда пользователь прокручивает ListView или GridView. Или, например, используются ключи для сохранения состояния при изменении коллекции. Давайте рассмотрим вообще, какие ключи бывают. Какой ключ следует использовать и где он поможет. Итак, у нас есть корневой абстрактный класс Key. От него идут два наследника. Это Global Key и Local Key. Глобальные ключи могут использоваться во всем приложении и из любой его точки. А локальные ключи используются в конкретном месте, в конкретном поддереве. Local Key является также абстрактным. И его использовать нельзя. А вот Global Key это обычный класс, который мы можем использовать в нашем приложении. У Global Key есть еще пару наследников. Это Global Object Key и Labeled Global Key. Global Object Key это глобальный ключ, который содержит в себе объект, где сравнение идет по объектам. Labeled Global Key отличается от Global Key только тем, что у этого ключа есть надпись. И то, которую можно увидеть только в дебаге. И тем самым вы можете что-то понять для себя. Можно сказать, это подсказка для программиста. Увидели лейбл и поняли, что это тот самый ключ, а не какой-то другой. Local Key является абстрактным, у которого реализовано три наследника. Это Object Key. Это локальный ключик с объектом. Сравнение идет также по объектам. Unique Key это уникальный ключ, который равен только самому себе. И Value Key это ключик с каким-то примитивным значением. У Value Key есть также еще и Page Storage Key. Это специализированный ключик, который содержит текущее состояние скролла. Ну, к примеру, у ListView, чтобы приложение могло сохранить его для последующего использования. Ну, в принципе, по ключам все. Теперь рассмотрим каждый ключик и как его использовать на практике. И начнем с локального ключа Unique Key. Давайте вернемся к нашему примеру, где мы меняли местами два цветных контейнера Color Widget. И после его конвертирования из Stateless Widget в Stateful Widget, они перестали меняться местами. Давайте снова взглянем на картинку и вспомним, что происходит. Итак, теперь у нас появился State. Flutter хранит State отдельно от виджетов и элементов. И информация о цвете хранится в них, а не в самих виджетах. И когда мы после билда рисуем новую картинку, несмотря на то, что мы сами виджеты поменяли в массиве местами Flutter, сравнивая их тип, считает, что они одинаковые. В итоге он оставляет стейты на тех же местах, хотя виджеты поменялись местами. Вот, и как это можно исправить? Чтобы обновить виджеты, которые имеют одинаковый тип внутри списка, мы можем передать им ключ. Так как это локальная область видимости, то мы можем виджетам передать локальный ключ. И передадим UniqueKey. Давайте вернемся в код. И у виджета ColorWidget реализуем параметр Key. В который я и передам ключик UniqueKey. Передадим в первый контейнер и передадим во второй. Давайте я перестрою наше приложение. Проверяем. Теперь, как видите, у нас все работает. Виджеты меняются местами и также меняются их стейты, состояния. Как это работает? Давайте снова посмотрим на картинку. Теперь, когда мы создаем эти виджеты, им назначается свой уникальный ключ. И Flutter теперь сравнивает виджеты не только по типу, а еще и по ключу. Поскольку добавление ключа к виджету, содержащему ссылку на состояние, позволяет Flutter проводить дополнительное сравнение, помимо типа виджета. Это гарантирует, что когда типы совпадают, а ключи нет, Flutter заставляет элементы переходить к их ссылке на виджет и удерживать ссылки на виджеты, у которых совпадают и тип, и ключ. В итоге ключи при смене виджетов не совпадают с деревом элементов, которые также имеют ключи. И Flutter видит это и меняет элементы местами. И состояния обновляются правильно. Поэтому все работает. Теперь давайте поговорим о том, как правильно размещать ключи в поддереве. Предлагаю рассмотреть следующий момент. Давайте обернем Color Widget в Padding. И снова перестроим наше приложение. Посмотрим, что произойдет. И давайте поменяем цветные виджеты местами. Как видите, виджеты одинаковые по типу, ключи у них уникальные, но все перестало работать. Виджеты меняются местами, это нормально. Но новый цвет генерируется снова и снова при нажатии кнопки. Поэтому, если вам нужно добавить ключи в ваше приложение, вы должны добавлять их выше поддерево виджетов. В противном случае вы получите странные результаты. Давайте снова посмотрим на картинку. Так выглядит дерево виджетов и элемент 3 с добавленными Padding виджетами. Когда мы меняем цветные виджеты, алгоритм сопоставления элементов и виджетов Flutter просматривает только один уровень в дереве за раз. Далее, когда Flutter дойдет до Padding элемента, он увидит, что Padding виджет совпадает по типу с Padding элементом. То есть, они одинаковые и он их не будет менять. На втором уровне Flutter замечает, что ключ цветного элемента не соответствует ключу виджета. Поэтому он деактивирует этот элемент, отбрасывая и удаляя все ссылки на него. Поскольку он не может найти элемент цветного виджета на этом уровне с соответствующим ключом, он создает новый и инициализирует новое состояние, делая в данном случае виджет фиолетовым. Поэтому в приложении мы и видим, что цвета просто меняются, потому что State в принципе не сохраняется, он постоянно разрушается, создается заново. В этом примере мы используем локальные ключи. Это означает, что при сопоставлении виджетов с элементами Flutter ищет ключевые совпадения только на определенном уровне дерева. Решить эту проблему можно, добавив Key в Padding виджета. Давайте снова перестрою наше приложение. Проверяем. Теперь Flutter замечает проблему и обновляет ссылки правильно. То есть думаю понятно, что локальные ключи нужно добавлять выше, по дереву виджетов. В этом примере мы использовали Unique Key. Несколько ключевых моментов про этот ключ. Unique Key используется для уникальной идентификации каждого виджета вашего приложения. Также данный ключик сохраняет состояние при перемещении виджетов в дереве виджетов. И также Unique Key может использоваться в случаях, когда вы меняете порядок виджетов в списке, или добавляете, или удаляете виджеты из списка. Также он полезен, когда у вас есть несколько виджетов в дереве виджетов с одинаковыми значениями и одним типом. И вы хотите уникально идентифицировать каждый из них. И его еще полезно использовать, когда уникальный идентификатор не определен в вашей коллекции базы данных. Чтобы однозначно идентифицировать весь список элементов, то вы можете использовать Unique Key, который назначит уникальный ключ этому конкретному виджету.